Отопление в квартирах начнут включать с 10 октября. Соответствующее распоряжение подписано председателем Бобруйского горисполкома. Тепло также начнет поступать в общежития, учреждения образования, театры, общегородские бани. В Бобруйске прошел конкурс на лучшего руководителя по военно-патриотическому воспитанию. Из 25 заявок было определено 8 финалистов, которые боролись за проход в следующий этап. Участники проявили себя в трех испытаниях – творческое самопредставление, анкетирование, решение педагогических задач. По завершении жюри определило двух кандидатов, которые прошли в следующий этап. Ими стали представители второй гимназии и шестой школы. Сотрудник МЧС из Бобруйска стал лучшим водителем в стране. На протяжении нескольких дней около 40 шоферов со всех уголков Беларуси боролись за победу, которую легко и непринужденно забрал Александр Акулич. Участники демонстрировали свои навыки в теоретической подготовке, решая тестовые задания по правилам дорожного движения. На практике – мастерство управления многотонной пожарной машиной, сложные маневры, парковка в стесненных условиях. 12 октября в Бобруйске пройдет акция «Вместе для зеленой Беларуси» по посадке зеленого массива в парке семейных деревьев, а также по улице Ленина напротив ТЭЦ-1. Каждый неравнодушный может подключиться к инициативе по наведению порядка на земле и ее благоустройству, приуроченной к году качества. Начало в 9 часов. В ночь на 12 октября карточки некоторых банков могут не работать. По информации Банковского процессингового центра, причина в проведении технологических работ на сетевом оборудовании. С полуночи до 6 утра возможны недолгие перерывы в обслуживании кредиток, а также в пунктах выдачи наличных и банкоматах.